Эта старенькая четырехэтажка, построенная в 61 году прошлого века, находится по адресу улицы связи 17 в Соколовке. В 12 году в ней впервые провели капитальный ремонт. Перекрыли крышу, сменили стояки, заштукатурили фасад. Казалось бы, все хорошо, жителям дома грех жаловаться. А нет, штукатуркой тут не отделаешься. Стены дали сквозные трещины, а фундамент, рассчитанный на три этажа, просел под тяжестью веса лишнего четвертого. Трещины были уже давно, может быть, больше 10 лет, но они были в стабильном состоянии. И до ремонта как-то можно было терпеть то, что было холодно, где-то там дуло. После ремонта стало дуть еще хуже. Трещины у меня вот здесь в квартире стали увеличиваться. Заделанные трещины, которые они заделали во время ремонта, они стали проявляться через месяц после окончания ремонта стен. Так что я не знаю, заделать одну из этих трещин по-нормальному нельзя, вот та, которая под окном идет насквозь, потому что нужно вытаскивать окно. А эксперт сказала, что если может рухнуть стена, если его вытаскивать, получается заколдованный круг такой. Куда вы уже обращались? В ЖЭО обращались, обращались вплоть до Путина, куда мы только не обращались. Ничего добиться не можем, все вот как есть, так и есть. Из-за щелей во всю стену в квартире жутко холодно. А ведь скоро начнутся настоящие морозы. Лидия Константиновна уже сейчас вынуждена спать в пальто под двумя одеялами. Она бы с удовольствием надела шубу, но та уже приспособлена под батареи, как затычка для сквозных отверстий. Женщина уже не видит выхода из сложившейся ситуации. Дом находится в аварийном состоянии. Людей из него нужно срочно выселять. Но разве это реально? Динамик разрушения такова, что стена может обрушиться. Сейчас мы готовим обращение к главе администрации города, чтобы был осуществлен муниципальный контроль в соответствии с жилищным кодексом со статьей 20, потому что ситуация неоднозначная. Маяки, которые ставятся, они разрываются. Сама она не может, данная гражданка, произвести какие-либо действия по укреплению стены. Выводы показали исследование, что идет просадка фундамента, и эта ситуация достаточно серьезная и страшная. Как же страшно жить с осознанием того, что в любой момент тебе на голову может упасть плита перекрытия. Случиться может все что угодно. А кто же будет отвечать за последствия?